Приветствую, дорогие друзья! С вами Елена Викторовна, идущая канала OK English. Мы с вами в разделе English Grammar in Use учим грамматику английского языка среднего уровня. Мы работаем по учебнику Murphy English Grammar in Use Intermediate. Сегодня очередь дошла до юнита 35, в котором мы продолжаем рассматривать модальные глаголы английского языка. И сейчас мы поговорим о такой конструкции, как you'd better do it. Лучше бы тебе это сделать. Если я говорю I'd better do something, то это такой совет. Мне бы хорошо это сделать. Если я говорю you'd better do it, я даю вам совет. Это было бы очень рекомендовано для вас сделать. И я могу сказать так. Я вам скажу, вам бы лучше учить английский. Это вам поможет в будущем. I'd better, you'd better, это сокращение от I had better. Обратите внимание, что очень часто люди считают, что I'd better разворачивается как would. I would better, you would better. Но на самом деле, d это сокращение от had. Почему я об этом говорю? Потому что очень часто в английском языке, когда вы проходите английские тесты более серьёзных уровней, обязательно попадётся вот такой вот каверзный вопрос. Как расшифровать связку d-bet? Обратите внимание на неё. Посмотрите, у нас есть урок, как проходить английские тесты. Я дам ссылочку на этот урок на экране. И в этом уроке там как раз-таки попадается в этом тесте вопрос на d-better. То есть, обратите внимание, I'd better – это I had better. Но в разговорной речи почти всегда эту связку мы употребляем вот в таком вот сокращении. И остаётся одна буква d. Давайте посмотрим несколько примеров, когда же можно использовать этот интересный оборот. Мне нужно встретиться с Аней через 10 минут. Лучше я пойду сейчас, иначе я опоздаю. Мне бы хорошо сделать это сейчас, потому что если я этого не сделаю, я опоздаю и будет плохо. Shall I take an umbrella? Yes, you'd better. It might rain. Мне взять зонтик? Да, сделай это. Может пойти дождь. Лучше сделать это. You'd better do it. Потому что если ты этого не сделаешь, то попадёшь в неприятность. Промокнешь под дождём. Would better stop for petrol soon. Their tank is almost empty. Нам бы лучше остановиться и заправиться. Бак почти пустой. То есть лучше остановимся и заправимся сейчас, потому что если мы этого не сделаем, потом встанем на трассе без бензина и придётся просить кого-то взять нас на буксир. В чём разница между оборотом had better и should? Should – это просьба, которая выражает исключительно наше мнение. Следует это делать или не следует? Дбета выражает уже ближе к объективной реальности. Сделай это. Иначе будет какая-то проблема. То есть используя оборот had better, мы как бы подразумеваем какую-то негативную подоплёку, если действие не будет сделано. Отрицательная форма этого оборота – had better not. То есть нот присоединяем не к had, а ставим её после слова better. Are you going out tonight? I'd better not. I've got a lot to do. Ты сегодня вечером идёшь развлечься? Мне не нужно этого делать. Мне нужно очень много работы сделать. То есть лучше мне этого не делать. I'd better not. Почему? Потому что у меня куча работы, и если я её не делаю, будут потом проблемы. You don't look very well. You'd better not go to work today. Ты что-то нехорошо выглядишь. Тебе бы лучше не ходить сегодня на работу. Лучше этого не делай. You'd better not. Тебе лучше этого не делать. You'd better not go. Лучше не ходить. Здесь у нас, смотрите-ка, используется такая вот длинная связка – d, сокращение от had, потом better, потом not, и только потом мы добираемся до нашего смыслового глагола, который обозначает непосредственно действие, что нам не нужно делать. Запомните ещё следующее. Форма had better, которая сокращается до do better. You'd better, I'd better. Она характерна, эта форма, это сокращение для разговорного английского. Но полный вариант – had better, как мы уже сказали. I'd better phone Carol. Hadn't I? Мне бы лучше перезвонить Carol. Не так ли? Здесь, смотрите-ка, мы составили разделительный вопрос – tag question – и использовали в его корешке вспомогательный глагол had. Вот он здесь. Причём использовали его с частицей нот, чего требуют правила разделительных вопросов. Had формально – это прошлое, но значение связки had better относится к настоящему или к будущему, а не к прошлому времени. То есть, выглядит эта связка как прошлое, но относится к настоящему и к будущему. Вот такое вот интересное явление английского языка. Например, I'd better go to the bank now или I'd better go to the bank tomorrow. Мне бы лучше сходить в банк сейчас или сходить в банк завтра. Хотя I had better, вроде бы had, нас должно бы привязывать к прошлому времени. Нет, этого здесь не происходит. And you'd better remember it right now. И лучше бы вам это прямо сейчас запомнить. Ещё, мы, когда используем связку the better, то глагол, который после неё идёт, не требует частицы to. То есть, между better и основным глаголом, например, do, like, work, help, не должно быть больше ничего. Никаких частиц to добавлять не нужно, и я вам не советую этого делать. You'd better not do it. Например, it might rain. We'd better take an umbrella. Может пойти дождь. Нам бы лучше взять зонт. Нельзя говорить would better, to take an umbrella. Это будет ошибкой. Запомните это, пожалуйста. Как мы уже сказали, had better и should достаточно похожи по значению, потому что оба этих модальных глагола, модальные глаголы-конструкция, они помогают нам выразить своё мнение, что следует сделать. Но сходство этих, этой связки и этого модального глагола не абсолютно полное. То есть, есть некоторые отличия. Мы о них уже вскользь поговорили в предыдущем пункте. Давайте разберём их подробно прямо сейчас. Мы используем had better для некоторых ситуаций, для некоторых ситуаций, а не в целом, всегда, когда мы хотим кому-то дать совет. А вот should имеет более развернутое значение и подходит нам, в общем-то, для любых ситуаций, когда мы выражаем своё мнение и даём свой совет. Например, it's late, you'd better go. Поздно, тебе бы лучше идти. Или you should go, тебе бы лучше идти. Здесь у нас специфическая ситуация, потому что есть конкретика. Поздно, надо идти, потому что если ты не пойдёшь, ну, в общем, что-то может быть, я не знаю, может быть, страшно будет домой идти. Может быть, тебе надо утром пораньше лечь. То есть, есть какой-то ещё дополнительный контекст. You're always at home. You should go out more often. Ты всегда сидишь дома. Тебе, может быть, надо чаще ходить гулять. В этой ситуации мы не используем связку had better go, потому что здесь мы говорим не о данной ситуации, а вообще в целом. То есть, у тебя в целом образ жизни такой. Ты всё время сидишь дома. Тебе бы лучше начать гулять чаще. То есть, не в данной ситуации, а вообще. То есть, разница вот такая. You'd better относится к ситуации, о которой именно сейчас мы говорим. Should относится вообще в целом к описанию и к выдаче советов на все случаи жизни. То есть, had better на все случаи жизни нам не подойдёт. Should подойдёт. Также мы используем had better тогда, когда, как я уже говорила, у нас есть какая-то скрытая вероятность опасности или проблемы, если мы не сделаем так, как нам предлагают. Should просто обозначает, что хорошо бы это сделать. Чё? Больше никаких дополнительных смыслов здесь нет. Например, it's a great film. You should go and see it. Отличный фильм. Сходи, посмотри его. И, в общем-то, нету того, что там, если ты его не посмотришь, то возникнет проблема, тебя там все зафукают и скажут, фу, как это так, ты не видел этот фильм. То есть, если такая ситуация возникнет, если в вашей группе, да, обязательно все должны посмотреть этот фильм, а ты этого не сделаешь, то тогда уже, наверное, можно использовать had better. You'd better watch this film. Но если в целом ты его не схожешь и не посмотришь, какая разница, посмотришь ты этот фильм или не посмотришь. Я просто даю совет. Посмотри, классный фильм. You should watch it. The film starts at 8.30. You'd better go now or you'll be late. Фильм начинается в 8.30. Тебе бы лучше идти сейчас, потому что иначе ты опоздаешь. Вот здесь у нас специфическая, конкретная ситуация. Фильм начинается в такое-то время. Тебе лучше бы начать идти сейчас. Почему? Потому что есть опасность последствий. Ты можешь просто не успеть. Разница, я думаю, между shoot и had better достаточно очевидна. Обратите на нее внимание. И еще в этом unity мы с вами разберем достаточно интересное выражение, которое звучит как it's time, которое переводится как пора. Пришло время для этого. Вы можете использовать it's time для кого-то. Пришло время для кого-то, чтобы сделать что-то. Используем еще частицу to. Как в предложении it's time to go home. Или it's time for us to go home. Время идти домой. Пора идти домой. Да, кстати, it's time можно здесь переводить так же, как пора. Пора это сделать. Обратите внимание, что после этого выражения it's time, глагол смысловой, который появляется в предложении, требует частички to. Кому нужно делать это действие, можно не указывать, если это и так понятно по смыслу. Но также можно сказать it's late. It's time we went home. Поздно. Пора бы нам идти домой. В этом случае мы используем past. We use past when. Видите, это past. Но значение у нас настоящее, а не прошлое. Так же, как и конструкция head beta, которая грамматически находится в прошлом, обозначает настоящее время. It's ten o'clock and he's still in bed. It's time he got up. Десять часов. А он ещё спит, дрыхнет в постели. Время вставать. Пора бы ему встать. Пора это сделать. It's time he got up. То есть, если у нас появляется автор действия, например, we или hey, то после него мы можем использовать глагол во времени past simple, в прошлом времени, грамматически. Обратите на это внимание. Это мелкий нюанс, мелкая особенность. Можно использовать так. А если вам это не нравится, можете не использовать. It's time you did something. Вот этот вот оборот, как здесь. It's time he got. И в первом случае it's time we went. В общем, вот этот оборот. Обозначает, что тебе бы давно следовало это сделать. Или хотя бы начать это делать. Пора это делать, если говорить по-русски. Мы используем эту структуру для того, чтобы выразить жалобу или возмущение по поводу этой ситуации. То есть, оттенок возмущения. It's time the children were in bed. It's long after their bed time. Пора бы уже детям в постель идти. Уже столько времени прошло, им давно пора в постель. It's time the children were in bed. Пора детям идти в постель. Я говорю об этом с возмущением, потому что они скачут вокруг, у меня уже просто это все достало. Поэтому используем связку. It's time. Ты такой эгоист. Пора бы уже понять, что ты не единственный человек в этом мире. Я говорю это с возмущением. Ну, не конкретно вам, дорогие друзья, да? Ну, просто я думаю, бывает у каждого такого знакомого, который считает себя пупом земли, так вот, ему можно сказать То есть, представьте себе вот такого вот человека, который думает, что он центр вселенной, и скажите ему эту фразу. И запомните оборот. It's time you realized. Пора бы тебе понять. Скажите это с возмущением, тогда большой шанс, что все-таки эту конструкцию вы запомните. И также можно ее заменить, эту конструкцию из time, на it's about time, которая тоже будет переводиться как пора. В этом случае мы даже усиливаем критику и добавляем, как говорится, чуть больше энергии нашему возмущению. И пора бы ему уже начать что-то делать, а не только болтать на эту тему. Пора бы ему уже начать что-то делать. Говорим мы это с возмущением, не с похвалой, не с советом, а именно с возмущением. Обратите внимание на эту конструкцию, дорогие друзья. Для того, чтобы хорошо все запомнить, конечно же, делайте упражнения, а давайте сейчас мы с вами просто повторим, о чем мы узнали в этом юните. Мы поговорили о конструкции had better, которая переводится как лучше бы тебе это сделать. Если ты этого не сделаешь, то могут быть какие-то неприятные, негативные последствия. Had better и should в общем-то похожи, но should используем в целом для того, чтобы дать совет, и мы не намекаем на какие-то негативные последствия. Had better намекает на них. Также у нас есть оборот it's time или it's about time, для того, чтобы сказать человеку, пора бы уже это сделать. It's time you did it. Или it's about time you did it. Причем говорим мы это с возмущением, с каким-то негодованием, когда уже нас это замучило, этой ситуации. Мы хотим ее изменений и говорим об этом человеку. Если вам что-то непонятно, дорогие друзья, обязательно задавайте свои вопросы в комментариях. Если видео вам полезно, жмите кнопочку «Мне нравится». Большое вам за это спасибо. И новые уроки от меня. Также подписывайтесь на мой канал, обязательно делайте это, помогайте моему каналу расти, а мне придавайте больше мотивации делать новые уроки, потому что мне приятно делиться своими знаниями не только на живых уроках, где у меня весьма ограничена аудитория, а по всему миру, где сотни и тысячи людей могут заходить, смотреть эти уроки. Я хочу, чтобы вы знали английский язык. Я искренне этого хочу и делаю для вас эти уроки. Подписывайтесь, буду рада видеть вас на своем канале. К вам после подписки будет приходить в ленту информация о том, что появились новые юниты. Заходите, смотрите. Все в одном месте. Вся английская грамматика среднего уровня, которая вам жизненно необходима, когда вы уже не новичок в английском языке. Все здесь. Подписывайтесь. И смотрите уроки со мной, с Еленой Викторовной на канале OK English. До встречи. Goodbye.